Международный культурный форум Международный культурный форум Международный культурный форум Международный культурный форум чтение, рост объемов чтения, рост и привлечения новых читателей. Как Вы считаете, нужна ли программа поддержки пропаганды чтения на региональном уровне, на федеральном уровне? Да, безусловно. Конечно, на федеральном уровне эта работа уже, можно сказать, проведена. Вы прекрасно знаете, что организован оргкомитет по продвижению и поддержке книгоиздания чтения и литературы во главе с председателем Государственной Думы Сергеем Ильичем Нарышкиным. И следующим логичным шагом стало бы как раз принятие подобного рода оргструктур и специализированных программ на уровне регионов. Я бы даже больше сказал на уровне муниципалитетов, потому что значительная часть читателей сконцентрирована в муниципальных библиотеках, они тяготеют в городах к книжным магазинам или к тому, что их заменяют. Поэтому, безусловно, принятие таких программ крайне важно. Издательство «Эксмо», как мы знаем, является одним из самых крупнейших в нашей стране. Какие планы у вас есть, быть может, по взаимодействию с нашим регионом, с Ульяновской областью? Какие-то проекты, быть может, вы бы хотели с нами реализовать совместно? Все проекты, которые мы хотели реализовать, мы уже реализовали. Вот этот форум – один из таких крупных проектов. Мы надеемся, чтобы наше партнерство переросло в полномасштабное движение по всей стране. Чтобы мы говорили, что если нас регион спрашивает, а как нам продвигать чтение, мы бы сказали, так вот, в Ульяновске все уже сделано, пожалуйста, воспользуйтесь их опытом. И мы действительно будем это заявлять на разном уровне площадках. Понятно. Какие-то у вас в перспективе есть еще регионы, для которых, например, мы бы стали примером, и вы бы уже рассматривали подобные проекты с другими регионами? Я бы, наверное, не хотел сейчас называть какие-то регионы, но повторюсь, что Ульяновск в данном случае является лидером. Он лидеру и сложнее в чем-то, безусловно, но мы понимаем, что за этим будущее, без роста рынка не будет и у нас будущего. Соответственно, мы готовы включаться в эту работу. Как у руководителя крупнейшего издательства, хочу спросить, что сейчас читает публика, что сейчас популярно и пользуется наибольшей популярностью? Заместителя руководителя. Нам много что читает, и нас радует как раз многообразие жанров. Большой рост мы фиксируем по детской литературе. Художественная литература в целом демонстрирует, может быть, не такие хорошие показатели, но по отдельным жанрам и направлениям мы видим серьезные и тиражи, и рост. Ни для кого не секрет, что часто наши коллеги об этом говорят, хотя это выглядит полной загадкой для нас, почему так происходит. Огромными тиражами продается Оруэлл, 1984. Почему, кто там аудитория какая, есть предположения, и предварительные исследования это показывают, что молодежь начинает вовлекаться снова в чтение классики. Нам отрадно, мы рады этой тенденции. То есть классику читаем? Да, читаем. Читаем достаточно много. Бизнес-литература, быть может? Бизнес-литература, своя стабильная ниша, своя аудитория, и там книги более специфические и специализированные, узконаправленные, но она уверенно держит тоже свои объемы. О каком-то существенном росте, наверное, здесь говорить не приходится. Скорее, тут рост происходит за счет большего перехода в электронный формат и скачивания электронных книг. Там огромный рост. А является ли вот электронный формат вашим конкурентом, скажем так? Современные эти технологии ведь не секрет позволяют людям читать в своих гаджетах много книг. Ведь не секрет, что люди перестают покупать его в печатном виде. Да, перестают, но мы не считаем, что это конкуренты. Мы считаем, что это форматы, которые друг друга дополняют. От того, что книги стали печатными, не стали меньше читать. От того, что книги становятся электронными, мы надеемся, меньше люди не читают. Поэтому, мало того, мы сами вкладываемся в развитие электронных технологий. Мы считаем, что за этим будущее определенное тоже есть. Но мы также выражаем уверенность, что бумажная книга не исчезнет, она просто приобретет новое качество. Новое качество? Ну, ее ценность станет выше в разных измерениях. Можно много об этом говорить. Очень хорошо об этом сегодня говорил Александр Николаевич Архангельский на пленарной сессии. Мы с этим согласны. Ну что, желаем процветания вашему издательству. Надеемся на совместные проекты и продолжение сотрудничества с Ульяновской областью. У нас в гостях был Максим Борисович Лазовский. Это была телестудия Международного культурного форума. Максим Борисович Лазовского. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok